Субтитры создавал DimaTorzok Вы можете назвать название книги, автора, тему, что-нибудь? Я знаю по истории достаточно Вы можете назвать книгу, хоть какую-нибудь по истории, какую вы читали, кроме учебника и художественной? Вы сейчас пытаетесь манипулировать, да? Я не пытаюсь манипулировать, я пытаюсь у вас выяснить, хоть что-то вы читали или нет Вы сперва назовите свою книжку, которую вы прочитали Подходит? Нет, я не вижу А, все, я понял Все, я понял Это, так сказать Это не книжка по истории, это художественная фантастика Вы знаете автора, вы читали книгу? Да, конечно Автор кто по происхождению? Это художественная фантастика Я понял, автор кто по происхождению или по гражданству? Автор кто по происхождению или по гражданству? Поляк По происхождению или по гражданству? По происхождению А по гражданству? По гражданству не помню не помню и вы считали эту книгу как автор оценивает бандеру положительно или отрицательно конечно положительно понял все больше вопросов не имею оце вам типовый русский але знаю что за походжением поляк це уже цикало але далі звичайно він цю книжку не читал тому що я уже 150 раз ее рекламовал еще буду рекламовать бо бо пока я иншую не бачил беографии автор оценивает бандеру негативно як фашиста людина не знает но это а лэцеповый цараси и россиянизм не читал но осуждаю привет блог привет о чем общаюсь ада блогер тема история подходит мою любимую давайте давай какую книжку последнюю по истории стал кроме художественной и учебника извиняюсь я я ничего не путаю вы вы не мой этот классный руководитель преподавать историй каком году была крымская война во второй половине 19 века не мой преподаватель истории у меня те вопросы задают это ведь не отвечает ты же сказал что тебя любимая тема история задай мне будет сидеть и мне вопросы задавайте давай тема которая тебе нравится очередь можете сделать давайте давай тема которая тебе нравится поехали мне очень интересно когда по вашему мнению вот появился на божий свет украинский этнос когда он отделился можно отвечать от русского этноса украинские не отделялся украинский от нас появился на собственной своей территории на территории киевской руси а киевская русь это приблизительно по летописным сведениям северная часть современной украины украинский этнос как любой от нас восточной европе том числе и русский появляется где-то в средневековье но приблизительно точной даты мы сказать не можем где-то тринадцатый четырнадцатый веках я закончил ответ я еще какие-то вопросы есть сказали а вы как повесть временных лет вам известно вообще мне известно пояс временных лет задавайте дальше вот сми явно не повиси временных лет и руководствовались мы какой руководствовать это придет повесть временных лет ненадежный источник те кто изучал этот источник начиная статьи чего не надо меня перебивать и надо меня перебивать тем более что связь рвется вы задали вопрос вы задали вопрос я пытаюсь вам ответить вы в это время меня перебиваете с какой целью вы меня перебиваете слушаю я вам задал вопрос какой целью вы меня старались перебить вы назовете источник я запишу записываете и так я отвечаю на ваш вопрос объясняю вам еще раз что повесть временных лет источник двенадцатого века списки имеем не раньше чем начало пятнадцатого века историки которые изучали этот источник начиная от татищева и заканчивая современным российским историком данилевским четко сказали о ненадежности этого источника по источнику повесть временных лет определить когда появился от нас украинцы или русский невозможно я закончил ответ у вас еще какие то вопросы будут вы вообще не отвечали на мой ответ я отвечал на ваш вопрос если вам не нравится мой ответ вы можете переключить мой вопрос я слышал ваш вопрос мне можно повторить его я еще раз помогу назвать надежный источник тем которые пользовались вы когда несли бред отвечаю что повесть временных лет есть источник ненадежный как любые летописи соответственно историки которые изучали этот ненадежный источник с конца даже с начала восемнадцатого века от татищева от начала двадцать первого века данилевского четко установили что один источник не может являться надежным источники берутся несколько источников как летописи так и параллельные источники такие как византийские европейские арабские скандинавские если вы хотите найти единственный надежный источник вы его не найдете у вас еще есть какие то вопрос да назовите мне пожалуйста тогда несколько надежных источником источников которыми руководствовались вы когда несли мне бредятину ваш еще раз отвечаю что надежных источников не существует потому что источники девятого века когда появилась русь они все ненадежны как источник могу вам назвать работу константина богонародного об управлении империи можно назвать саги скандинавские можно назвать европейские бертинские аналлы не надо перебивать я уже раз спрашивал вас зачем и с какой целью вы меня перебиваете когда я вам отвечаю так вот еще раз я вам задам этот вопрос какой целью вы перебиваете меня когда я отвечаю вам на поставленный же вами вопрос курс какой будет или с какой целью вы перебиваете вы задаете вопрос я начинаю отвечать понятно что мой ответ вам абсолютно не нравится но у вас не хватает смелости дослушать мой ответ даже до конца и вы параллельно с этим начинаете меня перебивать поэтому вместо ответа на ваши вопросы я ставлю вам вопрос с какой целью вы меня перебиваете с такой целью что вы злоупотребляете моим уважением к вам и вместо дачи мне лаконичного ответа начинаете нести билиберду я даю вам ответ так как я считаю нужным вы не требовали от меня лаконичного ответа я отвечаю на ваш вопрос и соответственно перебивать меня не рекомендую если вы еще раз меня перебьете я вам выключу звук как я сейчас это делаю когда я отвечаю я таким как вы отключаю звук потому что прекрасно понимаю что вы не заинтересованы выслушать мой ответ вы заинтересованы задать мне вопрос и тут же меня перебить потому что вам не нравится мой ответ у вас еще были какие-то вопрос извините я выключил вам звук да до свидания удачи до свидания ну неможливо спілкуватися з людьми це ж наперед зрозуміло по поставленим питанням про надійні джерела нема надійних джерел всі джерела ненадійні але для середньостатистично росіянина який тут намагається троллити українців і задавати як їм здається дуже каверзні і дуже такі підступні питання на які українці не можуть чітко відповісти їм здається що вони задають таке питання вони задають питання і тут же починають відкривати рута я свідомо відключаю їм звук здаю питання з якою метою мене намагалися перебити ну так ви на моє питання не відповість на жаль прийшлося ретіроватися тому що далі ця розмова сенсу немає мемуары считаються вот читаю щас мемуары Иосифа Виссарионовича и Жукова мемуаров у Сталина нет поверьте а ну собрание сочинений а собрание сочинений Сталина и мемуары Жукова можно уточняющий вопрос издание мемуаров Жукова прижизненное или послесмерти послесмертное понятно какую тему готовы обсудить да любую просто Сталина давайте обсудим Жукова что вам подходит ну как вы оцениваете роль Сталина в истории Советского Союза ну титанической читаю что титанического он сделал ну как минимум создал вообще страну из аграрной вывел в как как сказать слово не вспомню индустриально ну это уже было при Хрущеве но я понял подождите я понял я понял индустриализация как вы думаете вот если бы был не Сталин при власти но какой-то другой ну условно допустим Ленин бы не умер или там место Сталина занял там Бухарин Троцкий Каменев Зиновьев не имеет значения как вы думаете индустриализация была или не было если бы занял Троцкий было бы все по-другому я не к тому иду я бы вопрос не услышали индустриализации не было бы не проводилась бы она индустриализация или она проводилась как бы независимо от того кто при власти при Троцком я думаю что не проводилась бы а при Зиновьеве Бухарине проводилась хорошо но только другими масштабами и другими способами я понял а почему вы думаете что при Троцком не проводилась бы вообще индустриализации ну вот у меня такое впечатление что сложилось что именно при Троцком не получилось бы создать такой страны как Советский Союз настолько сильная которая смогла бы противостоять объединенной объединенной под Гитлером Европу объединенной под Гитлером Европы я понял еще тогда один вопрос как вы думаете в других странах Европы Северной Америки приблизительно в этот же период ну плюс-минус скажем так не проводилась индустриализация проводилась в Америке а в других странах Европы не было индустриализации Чехия была крайне индустриализованная страна крайне индустриализованная но так вообще другие все остальные страны были аграрные на мой не а Британия Франция Британию я все-таки к Европе не отношу это остров отдельно Франция Германия Италия Франция Германия да там индустриализация проводилась без Сталина она проводилась я думаю что вопреки Сталина еще раз вы меня не понимаете проводилась ли в странах Европы индустриализация вообще ну конечно конечно проводилась но заслуга Сталина что он провел в России индустриализацию и так быстро а если бы Сталина не было что и индустриализации не было или это объективный процесс независимо от Сталина как вы считаете если бы не общая обстановка в мире тогда она бы произошла индустриализация но постольку поскольку если вот это старое выражение что если мы не получится у нас индустриализоваться индустриализироваться тогда нас сомнут оно все равно это не отнять я понял спасибо за ответ у вас какие-то вопросы есть ну да как вы допустим относитесь к тому что у России есть купчая на Киев у какой России есть купчая на Киев какого государства Россия является правоприемником а чего все государства вы читали свой закон о правоприемственности и в какой мере вы правоприемники конечно я сильно сомневаюсь конечно читал и именно поэтому этот вопрос и задаю а вы считаете что вы в вашем законодательстве о правоприемственности вы правоприемник Российской империи и сразу же тик бо никакого закона про правоприемственность он не читал а хай би почитал но они же не хотят читать на что воно им они впевнены освещена людина завжди сумнівается мало освещено чтобы не казать інше слово на літеру и никогда не сомневается воно впевнено ну это видео теж мабуть потребует пояснения возможно они никак не понимают россияне что процесс индустриализации объективный после того как началась промысловая революция в Британии которую он не вважает Европой то его абсолютно особенная точка зору хай хоть певденним полюсом ее вважает когда началась индустриализация в Великой Британии в середине 18-го столетия и потом она охопила всю Европу а далее и весь мир индустриализация стала объективным процессом без какого развитие экономики не может индустриализация шла без Сталина с Сталином она все равно ишла тем более что в Росии она началась еще на початку 19-го столетия активно сприяли индустриализации реформа Александра II в результате на початку 20-го столетия Россия ввошла в десятку найекономично развивающих в индустриальном плане краин света ну вот завдяки 5-ти экономичным регионам на территории Росейской империи что индустриализация это процесс объективный они этого никак не понимают и думают что только лишь благодаря батьку Сталину у них индустриализация а по-друге как бы Троцкий прийшел до власти то индустриализации не было это бред сумасшедшего индустриализация мала своим наслідком обовязково в 19-му столетии и на початку 20-го союзу а Троцкий как и то индустриализации это это то индустриализация может и темпы были там больше а может и меньше но то что Троцкий занимался индустриализацией это 100% они не понимают что такое исторический развитие потому что читают мемуары Сталина насправді твори Сталина которые там нема чого читать потому что Сталин никогда не был видатным теоретиком а тем больше читать мемуары Жукова которые выданы после его смерти потому что туда уже редакторами вносились те правки которые были выгодны в тот момент и при жизни мемуары Жукова несут так же только в меньшей к количестве потому что Жукова как автор что-то контролировал а после его смерти он, конечно, не мог уже контролировать свои мемуары как и мемуары Сталина и не мог уже так же и не мог уже что не мог уже не мог уже как и мемуары